Вы когда-нибудь объявите, что мы начинаем снимать? А, мы уже! Привет, ребята! Меня зовут Виталий Стомин, шеф-повар ресторана Сахалин и Гаста Бестро Техникум. И сегодня я буду делать долгожданное блюдо, сырники. Что может быть проще, вкуснее и роднее, чем сырнички? Ничего. Для этого я возьму обезжиренный творог. Почему? Потому что я, как говорится, пытаюсь похудеть к лету и протру его через сито. Почему? Я ношу брекеты, я не люблю, когда кусочки творога у меня застревают в них. Поэтому я люблю протертую массу. Взял обычное сито и надел его на обычную миску. Чик. И вот так вот. Легкотня, товарищи. А вы-то думали, как сделать сырники без комочков? Элементарно. А потом, товарищи, я добавлю в сырники желток. Почему не целое яйцо? Потому что в целом яйце, в белке, много влаги. И сырники получаются влажными, грубо. Жидкими. А я не хочу, чтобы они были жидкими. Поэтому только желточек. Немножко муки. Опять же, фигура. Сахарок. И щепотка соли. Щепотка соли, друзья. Чик. Немножко муки. Дорогущий нож. Обязательно. Так, смотрите. Формуем сырнички. И обжариваем их на растительном масле. Щик. Отдельно я возьму малину. Сезонную, друзья, малиночку. И полью взбитой малиной. То есть я перебираю ягоды. Мятые взбиваю, делаю из них такой соус. А не мятый, вот здесь. Многие спрашивают меня, пожарятся ли сырники насквозь на сковородке. Не пожарятся, друзья. Нужно их на 2 минуточки поставить в печку. На 180 градусов. Итак, сырники готовы. Выкладываем на тарелку. И, конечно, мой малиновый соус. Ну что, друзья, жду ваши комментарии. Кто учил его готовить? Он вообще шеф-повар. Как он работает без шапки? Ложечка сметаны. Приятного аппетита, товарищ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова